Мы учимся следовать за Богом по-новому. Мы учимся преодолевать свою самоуверенность и самоправедность. Перестать надеяться на себя, на свои силы и свой ум. Нам нужно перестать обижаться, что Бог не ответил на наши молитвы так, как нам хотелось бы. Когда мне было лет 5 или 6, мой отец взял меня в путешествие на машине. Я мало что помню из самого путешествия, но мне запомнилось, как папа учил меня читать дорожные знаки. Вероятно, он делал это, чтобы я не надоедал ему вопросами в пути. Но это сработало, потому что я выучил тот урок. Когда я учился в университете в Израиле, мне нужно было посещать языковую школу. Иврит — это древний язык. Там совсем другой алфавит, и читают справа налево. Все наоборот. Так что вы начинаете читать книгу с конца. Меня это все смущало. Первым прорывом в изучении языка и алфавита стало то, что я смог читать надписи на дорожных знаках. Я почувствовал себя меньше иностранцем и больше как дома в незнакомом окружении. Очень важно уметь читать знаки времени. Если вы ограничиваете свою веру только знанием о покаянии и крещении, это тоже очень важно, поймите меня правильно, то помните, что это только начало, и дальше следует жизнь последователя Христа. Чтобы эффективно проходить свой жизненный путь, мы должны уметь читать знаки. Это не какая-то новая идея. Об этом говорил сам Иисус. Мы прочитаем, что написано в Евангелии от Матфея. Разговоры Иисуса с друзьями длится целые три главы. Я верю, что Дух Святой через Матфея желает научить нас чему-то. Я не сторонник простого информативного чтения Библии. Я открываю Библию, потому что понимаю, что мне нужно Божие водительство. И хочу начать сегодня с Евангелия от Матфея 16 главы. С самого начала, с первого стиха. «И приступили фарисеи из Саддукея, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Слово «различать» не предполагает точного распознавания. При переводе с одного языка на другой текст не передается дословно. Всегда остается пространство для маневров в определении значения. Иисус говорит о различении знаков. Они не всегда будут очевидны для всех. Тут требуется знание и бодрствование, как минимум. В американском христианстве популярна идея, что нам не придется страдать. Мы будем спасены. Для нее даже приводят теологические основания. Это чудесная идея. Она дает нам мир и безопасность. К сожалению, она также приводит к несерьезному отношению к вере. Но большей части мирового христианства эта идея кажется наивной. Ее не воспримут христиане в Иране, Египте, Китае, Индонезии, Индии, или, к примеру, в Пакистане, в любой другой точке Земли, где верующим приходится страдать. Они вас даже и не поймут. Нам нужна помощь в развлечении знаков времени. Процесс перемен очень сложный. Постепенные изменения воспринимаются проще. Но резкие всеобщие перемены беспокоят, обескураживают. Нам приходится разбираться со старыми привычками и грехами. Но знайте, что стоит этому процессу начаться. Поддерживать движение становится легче. Вернемся к Матфею в 20 главе. Иисус говорит с учениками. Это 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних. И тогда сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет». Поняли ли ученики Иисуса? Мы знаем продолжение и можем смело сказать, что нет, они ничего не поняли, хотя тут все сказано ясно. Иисус не говорит притчами, но ученики почему-то смутились. И этому не предлагается никакого объяснения. А у меня есть предположение. Я считаю, ученики подумали, что Иисус говорит о далеком будущем. Ему еще только 33 года. Он обещал ученикам сделать их ловцами человеков. Для них это все еще новое служение, а они бросили все. Работу и семью. Повседневные дела. Они погрузились в новое учение с головой без остатка. Они поддерживают своего учителя. Они видели чудеса. Он может ходить по воде, превращаться в воду в вино, повелевает ветру и волнам, изгоняет бесов, побеждает врагов, воскрешает мертвых, исцеляет слепых людей. Что предательства и распятия не может быть? Это кажется маловероятным. Может быть, когда-нибудь, в далеком будущем, мы уже были в Иерусалиме, уже видели, как враги безуспешно строили против него козни. Он побеждал их своей мудростью. Они не представляют угрозы. Поэтому ученики не могут понять, что происходит. Справедливо ли это? Иисус сказал им все ясными словами. Он дал им четкий ориентир, а они ничего не поняли. Ничего. В той же 20-й главе Евангелия от Матфея мы видим незрелые вопросы, заданные Иисусу. Они даже вызывают улыбку. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых. А кто такие сыновья Завидеевы? Это Иаков и Иоанн. Итак, она с сыновьями своими кланяясь чего-то просила у него. Он сказал ей, чего ты хочешь. Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Очень неловкое положение. Все такие смотрят и думают, а где моя мама? Сверхопекающие родители. Это не новое явление. Иисус изумлен, и Он отвечает. Вы не знаете, чего просите, даже не представляете. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Как думаете, они понимали, о чем говорит Иисус? Он ведь только что им рассказал. Мы читали стихом выше. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Я уверен, что они об этом даже и не думают, до них еще не дошло, потому что они ответили, можем, и без колебаний Иисус говорит им, истинно вы будете пить из чаши моей. Будьте осторожны, ваши слова имеют духовную власть. Чашу мою будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Я прямо вижу, как они возмущаются, что обязательно было приводить свою маму. Вот вы всегда так. Я восхищен ответом Иисуса. Он не пытался перевести тему он прямо спросил, готовы ли они пить чашу, уготованную ему. Ведь он предупреждал, что грядет и что будет с ним. Они ответили, что они готовы. Тем самым, они сами предопределили свою судьбу. Так-то. Незрелые вопросы это часть обучения. Если сами ученики Иисуса не все понимали и задавали вопросы, то тем более мы. Слышание Слова Божьего не значит полное его понимание. Мы живем во времена невиданных перемен, значительных перемен. Слишком многое быстро происходит. Важно быть внимательным и уделять внимание происходящему. Поэтому-то верующие и нужны друг другу. Но мы идем далее. Евангелие от Матфея 24 глава. И выйдя, Иисус шел от храма и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам. Опять эта фраза. Когда слышите эту фразу, приготовьтесь. Иисус сейчас скажет что-то невероятное. Истинно говорю вам. Не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Только представьте себе, в каком шоке были ученики. Этот храм строился 46 лет. Что он вообще имеет в виду? Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сделал заявление, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Ученики добавили что-то от себя, чего Иисус не имел в виду. Они предположили, что это случится в конце времен, во время второго пришествия. Они задают два вопроса, когда это случится и какие признаки твоего возвращения. Из контекста становится ясно, что они не поняли, что Иисус имел в виду. Но он их не поправляет и не говорит, что эти события никак не связаны. Он и правда пророчествовал. 24-я глава Евангелия от Матфея содержит больше всего пророчеств Иисуса. Он отвечает на вопросы учеников и описывает, когда будет разрушен храм и какие будут признаки его пришествия. Я подозреваю, что ученики подумали, что это все случится одновременно. Они учились, и мы учимся. Мы учимся следовать за Богом по-новому. Мы учимся преодолевать свою самоуверенность и самоправедность, перестать надеяться на себя, свои силы и свой ум. А вот что нам нужно, перестать обижаться, что Бог не ответил на наши молитвы так, как нам хотелось бы. Мы должны с готовностью следовать за Ним, даже если нам не все понятно. Храм в Иерусалиме был разрушен в 70-м году. Через 40 лет после того разговор Иисуса с учениками. Возвращение Иисуса отнесено еще дальше в будущее, но в этой главе это параллельные стихи. Он ответил на оба вопроса, но ученики все поняли по-своему. Слышание не всегда означает понимание. Это-то меня и удивляет. События последних 10-ти месяцев нельзя было даже представить. Мы не думали и не ожидали. Нам было сказано, что именно грядет, но мы отнесли эти пророчества к дальнему будущему. Нас это не касалось. У нас были планы, все было расписано, работа, отпуска, поездки и так далее. Мы не слышали, что нам говорил Бог, а сейчас мы в начале пробуждения. Мы чувствуем себя неуютно, потому что осознали вдруг, что пока мы спали, происходило что-то серьезное. Я восхищаюсь тем, что делает Бог. Неудачи не дисквалифицируют нас. Те 11 учеников знали и успех, поражение. Но им было доверено великое поручение, и они хорошо справились с ним. Они хорошо справились. Мы с вами. Плоды их труда и верности. И далее в 28 главе последнее место на сегодня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Я не покину вас. Я всегда буду с вами. Если вы примете это поручение, делайте учеников во всех народах, просто идите. Если раньше ученики еще могли как-то путаться в словах Иисуса, в событиях, их значении, то с этого момента они уже все понимают более ясно. у них еще будут внутренние трения, разногласия, вопросы, они будут собирать совет для принятия решений. Петр будет колебаться, стоит ли придерживаться ограничений иудаизма или нет. Ученики были несовершенны, но они восприняли поручение Иисуса серьезно и конкретно. Даже если они и рыбачили потом, это не стало снова их работой. У них была новая цель, новая надежда. У них было совершенно новое дело. Я молюсь, чтобы церковь прошла эти времена и получила новую цель, новое посвящение и новую силу. Я не говорю, что вы слабы, неправедны или неправы, просто происходящее вокруг сбивает с толком. Мы не привыкли к такому. По телевизору нам говорят, что то, во что мы верим, неправильно. Громко, во все услышание порочат то, что нам дорого, называют нас опасными, но это не должно нас удивлять. Мы живем не в пугающие, а во вдохновляющие времена. Бог призывает нас. Бог призвал нас жить в это время перемен. Что нам нужно делать? Ну, для начала. Нам нужно укрепляться в вере и помогать в этом другим. Сейчас мы будем молиться. молитва и забота о других должны стать естественной частью вашей жизни. В вашем окружении есть люди, не знающие Бога. Они не готовы встретиться с Ним. Это не должно вас устраивать. Нам не должно быть все равно. Эти люди могут быть формальными верующими, атеистами или принадлежать к другой религии, но вы знаете, что они не заботятся иметь Христа в сердце. Посещение церкви по праздникам не делает из вас христианина. Мы там были, играли верующих, но пришло время проснуться, признать истину, и все начинается с рождения свыше, дарованного нам через драгоценную жертву Иисуса Христа на кресте. Он понес на себе мои грехи, мои проклятия, мои ошибки, чтобы я стал спасен, чтобы я был свободен благодаря его послушанию. Если я прощаю других, то могу просить и о его прощении. Библия говорит, что с прощением происходит нечто сверхъестественное, духовное рождение. Наш дух возрождается, мы становимся новым творением. наше будущее более не определяется только вашим ДНК, оно определяется силой Творца Вселенной, потому что вы принадлежите Ему. Вот почему мы зовем Иисуса Господом. Важнее всего быть рожденным свыше, а не принадлежать какой-то конкретной церкви, носить правильную одежду, читать правильный перевод, следовать доктрине. Так что не думайте о себе более, чем должно думать, как нам говорит Писание, неважно во что вы одеваетесь и какую Библию вы читаете. Поэтому молитесь со Мною. Всемогущий Бог, я грешник, мне нужен Спаситель, я верю, что Иисус это твой Божий Сын, что Он умер на кресте за мои грехи и что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы я был оправдан. Прости мне мои грехи. Я прощаю других за все, что они сделали мне. Я отпускаю их. Я благодарю Тебя за то, что я Дитя Божия. Крови Иисуса я омыт, очищен, я оправдан, я принадлежу только одному Богу. Во имя Иисуса Христа. И все верующие доскажут на это Аминь. Аллилуйя. К этому вам нужно прибавить желание расти. На этом нельзя останавливаться. Рождение свыше дает вам необходимые инструменты для развития. Дальше вам понадобится Слово Божие. Чтобы получить жажду по чтению Библии, попросите об этом Бога. Будьте честными. Хватит уже притворяться. Господь есть Бог. Мы встретимся с Ним рано или поздно. Говорите Ему правду. Он поможет вам. Слово для меня сухое. Я не понимаю. Помоги мне понять его. И он обязательно поможет. Тренируйтесь слушать и слышать самого Бога. тренируйте свой дух. Мы относимся к молитве очень посредственно и поверхностно. Я помолился, да и ладно. Прям как чаю попил, нет, вы не можете так жить в нечестии и при этом быть частью Царства Божьего. Мы все можем ошибаться, оступаться, мы несовершенны. Но нельзя осознанно жить во грехе и думать, что Бог примет вас. Мы относимся к Богу так легкомысленно. Нам нужно говорить с Ним каждый Божий день. Искренне просить прощения. В этом году нам нужно пробудиться. Вторая книга Парлипоменон говорит, если народ мой смирится и покается, я исцелю их. Что мы видим вокруг? Насилие в городах, беспорядок, как так? Ну я же молился, даже дважды молился. Будьте серьезнее, служите Богу. Служите с душою. Позвольте Ему изменить ваши приоритеты. Позвольте Богу менять вас каждый день. Это процесс. Как ученики, нам надо не только оставить все, но идти за ним. Бог движется, я не хочу пропустить это, будь силен, будь мужественным, чтобы не происходило, и чтобы ты не слышал, будь силен и мужественен, и не страшись. Верен призвавший нас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнерам. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Одним из достоинств Библии является то, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать ее. Просто краткий пересказ истории, и вы сразу все поймете. Некоторым из нас скажется, что они знают все библейские истории. А некоторым нужно все повторить. Мы вспомним историю Библии за 60 секунд, вы можете сказать 60 секунд, это невозможно. Что ж, возможно, вы правы, но давайте попробуем. Итак, поехали. История начинается с создания Вселенной. Бог создал Вселенную и первых мужчину и женщину. Вначале жизнь была прекрасной, но спустя какое-то время они со своими детьми и внуками решили, что не хотят больше жить так, как Бог заповедал им. И в каждом из них появился грех. Бог решил уничтожить грешный мир, кроме человека по имени Ной и его семьи. У него было трое сыновей. Население снова начало расти. Вскоре Бог создал группу людей, называемых Израиль. Израиль попал в рабство в Египет, но Бог спас их и привел в землю, которую обещал им. Позже Бог избрал царя для Израиля. Его звали Давид. Давид помогал людям жить так, как заповедал Бог. Израиль был един и жил в мире. Сын Давида Соломон стал следующим царем, который забыл Бога и стал служить другим богам. Это привело к большим проблемам, не только для Соломона, но и для всего Израиля. В Библию входит всего 66 книг. Библия описывает огромный период времени. Разные авторы, народы, слова, которые трудно произносить, места, в которых мы не бывали, но мы должны ее понимать. Многие из нас готовы сдаться. Я придумал инструмент, который поможет вам. 12 пунктов, которые помогут вам изучить Библию в хронологическом порядке, так что вы будете понимать, в каких отношениях были Авраам и Исаия. Я придумал, как иллюстрировать эти рассказы. Это рисунки на белой доске. Это не просто облегчает восприятие, но и делает его забавным. Вы можете смотреть это сами, или в группе, или с детьми и внуками, или собрать за столом соседей. Вы и Библия. Откройте свое сердце Библии, используйте Whiteboard Bible. Да благословит вас Бог. The Whiteboard Bible упростит понимание Библии для всех. Те, кто пожертвует 100 долларов и больше, получит весь набор. Три DVD-диска и три книги. Для всех, кто будет сегодня жертвовать, мы приготовили DVD-диск от пастора Аллена, где он подчеркивает важность знания Библии. Позвоните по номеру, который вы видите на экране, или пройдите на сайт, который указан также на вашем экране. Заказывайте Библию для белой доски уже сегодня. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.